В Турции готовятся к проведению в стране президентских выборов. Накануне опубликован окончательный список кандидатов на эту должность. С подробностями о ходе президентской гонки из Турции к нам подключается мой коллега Турал Асади. Узнаем у него все подробности. Добрый день, коллеги. Действительно, в Турции данный процесс уже запущен. И официальные кандидаты уже избраны. Ими являются действующие главы Турции, главы государства Дептей-Пердоган. А также три остальных других кандидата. В первую очередь, председатель Народно-Республиканской партии, представитель оппозиционной коалиции Кемал Калыштар-Углу. А также председатель партии Мемликет Муари Меджи и глава коллекционной группы фракции Сумян А. А в частности, как раз-таки недавно на днях было объявлено о том, что кандидатура данных политиков уже подтверждена центральным избиркомом Турции. И те претензии, которые выступили в отношении кандидатуры, которые были отменены. И их кандидатура была подтверждена уже официально. И данное решение было также уже опубликовано в официальной газете. Это означает, что закон, решение данное вступило в силу уже с этой ночи, с сегодняшнего дня. И напомню, что выборы в Турции состоятся 14 мая. И сегодня уже продолжаются бурные обсуждения касательно кандидатуры каждого политика, всех четырех политиков. И здесь, безусловно, правительство, нынешнее правительство Эрдогана призывает граждан вновь проголосовать за его кандидатуру. За то, чтобы он в очередной раз стал президентом Турции. И оправдывает это тем, что на протяжении того периода, пока президентом и целым главой государства являлся Реджер Эрдоган, страна сделала большой скачок, как экономический, так и политический скачок вперед. И в регионе, и в этом мире Культуру сегодня признают как важную региональную и целомировую державу, которая может, например, общаться как с Россией, так и с Украиной по вопросам, связанным с урегулированием данного конфликта. И, с другой стороны, безусловно, здесь есть и свои претензии со стороны оппозиции. Некоторые оппозиционные лидеры, в частности Кемал Калыч-Тарф-Облур, наоборот, обвиняют правительство в том, что оно слишком, например, активно работает в направлении сирийского конфликта. А правительство, наоборот, называет данный вопрос вопросом нацбезопасности. И в этом смысле намеренно продолжит свои усилия. И, кстати говоря, данный вопрос, вопрос, связанный с Сирией, очень важный сегодня вопрос для внешней политики. И Турция, Раджоп Тейпердаган, как раз выступая недавно, заявила о том, что Турция после того, как он, в случае, если он будет переизбран, продолжит антитеррористическую борьбу, и в то же время продолжит свои меры по вопросу отправки обратно на родину сирийских беженцев. С другой стороны, например, есть партия ЭДП, это прокуртская партия здесь, в Турции. Ее власти обвиняют в связи с террористической организацией ПКК, которая признана террористической не только Турцией, но и Соединенными Штатами, и Евросоюзом. И действительно, такие кадры, не скрываемые со стороны ЭДП, даже есть касательно того, как их лидеры, члены их партии проводили встречи с членами данной организации террористической. И в этом смысле правительство обвиняет вот данную сторону, и в целом оппозицию, которая сегодня, например, намерена получить поддержку от как раз-таки ГДП. Недавно Кемал Калыч-Здорову встречался с лидерами ГДП, и он добился того, что они не выдвигают своего кандидата на выборах. Это фактически означает то, что их избиратели поддержат Кемала Калыч-Здорову, возможно. Но здесь, безусловно, нельзя утверждать наверняка, потому что большая часть, огромная часть курдского населения здесь традиционно голосуют за Эрдогана в частности, за правящую коалицию. Но, с другой стороны, безусловно, последователи ГДП заявляют о готовности поддержать Кемала Калыч-Здорову. Ну, в целом, напомню вновь, что выборы состоятся 14 мая. Правительство заявило о том, что идет полная подготовка к тому, чтобы данные выборы прошли в спокойной, мирной и безопасной обстановке. И будем дальше следить за новостями. И уже с 15 мая наверняка узнаем, кого в этот раз выберет в качестве главы государства турецкий народ. О президентстве в выборах в Турции рассказал наш специальный корреспондент из Турции, турала садим.